Ребята, всем привет! Сегодня выполняем домашнее задание после нашего первого урока по Present Indefinite Tense или Present Simple, как его называют. Мы с вами быстренько пройдемся по домашнему заданию и я остановлюсь немножко на нюансах. У нас немножко возникла парочка подводных камней, о которых, естественно, нужно поговорить. Не волнуйтесь, этот формат у нас не сохранится. Я продолжаю, буду давать уроки в нормальном классе с нормальной доской. Просто сегодня я болею, гриппую и я дома. И, слава Богу, уже прошло очень много времени, давным-давно пора с вами заняться этим домашним заданием. Итак, у нас было три предложения. Первое было. Я готовлю три раза в неделю. Почти ни у кого не возникло проблем с этим предложением. То есть вопрос возникал по слову cook, да, то есть готовлю... По крайней мере, американцы используют слово cook, да. Это одно и то же слово, которое используется по отношению к повару. Это тоже cook, да. То есть все, что касается приготовления еды, это cook. Если я готовлю, приготавливаю что-то другое, там, готовлюсь к чему-то, тогда я prepare. В данном случае у нас только cook. Вот. Чтобы поставить вопрос к этому предложению, естественно, мы используем наш вспомогательный глагол, да. Do I cook? Do I cook? Yes, I do. Да, и отвечаем. Yes, I do. Здесь все просто. Следующее... Следующее предложение. Вот эти появились немножко подводные камни. Камни нечаянно. У нас была моя подруга никогда не готовит рыбу, да. И вот в чем возникла загвоздка. Слово never – это уже отрицание. В английском слове не может использоваться более чем одно отрицание предложений. Потому мы не могли еще раз использовать глагол вспомогательный do с частицей not. Поскольку у нас уже есть never, она уже все сказала. My friend never cooks. Потому что это на третье лицо, единственное число. Кокс, феш. Угу. Потому здесь возникли вопросы, да. Если уже есть never, тогда сохраняется частичка s в третьем лице, единственное число. Чтобы переделать это предложение, убрать это never, да. И сделать отрицание у нас с вами. Моя подруга не любит готовить рыбу. Надо было my friend не стирать, а ставить. My friend does not like to cook fish. Многие, когда пробовали ответить, сделали ошибку в том, что не забрали окончание s от глагола, так сказать. И не перенесли его в это вспомогательный глагол do. То есть, если уже my friend, который она, он, оно, обязательно does not like to cook fish. То есть, мы не можем говорить do not, если это моя подруга. Мой друг и так дальше. И следующий мой ребенок очень любит играть на улице. My child. Кто-то писал my baby. Нормально, но baby мы обычно говорим в приватном разговоре. Или когда мы очень так любим своего ребенка, аж трусимся. И так мы говорим между собой обычно. Если мы говорим про ребенка, мы говорим my child loves to play outside. Итак, у нас добавилось s к глаголу в третьем лице единственного числа, потому что my child loves мы добавили в частичку s. Вопросы возникли такие. Слово love мы используем по отношению к вещам, которые мы любим. Но это, по-моему, только американский вариант. Насколько я знаю, англичане слово love используют только по отношению к человеку, описывая любовь. И это я помню очень хорошо, как нас учили в университете. То есть love мы используем только, если мы говорим I love you. I love my child, I love my husband, I love my boyfriend, my mother, my father и так дальше. Американцы обращаются с ним немножко посвободнее. И они используют слово love в отношении чего бы то ни было. Но со словом love вы уже не можете использовать частичку very much. Особенно, если вы говорите о невоодушевленном предмете или особенно вы говорите там о чем-то, что вы любите делать. То есть слово love это уже как бы высшая степень наслаждения, да. И когда вы говорите like, тогда вы можете сказать. Есть разные степени. I like it so, so. То есть, ну, мне так нравится. I love it, like it very much. Мне нравится очень сильно, да. То есть, когда мы говорим мой ребенок любит играть на улице, очень любит играть на улице, можно сказать my child likes, не забываем по частичке s, my child likes to play outside, но всегда very much уходит в конец предложения. Оно не имеет права занимать место любых других членов предложения. То есть, у нас будет подлежащее, у нас будет сказуемое, у нас будут второстепенные члены предложения, а уже very much уходит в самый конец. Вот. То есть, если мы говорим likes, мы можем сказать very much. Мы можем упустить very much. И тогда будет понятно, что мой ребенок любит играть на улице, да. Но там не сильно, да. Вот. Зато, когда мы говорим, что my child loves to play outside, это значит, о да, она просто обожает носиться по улице. То есть, слово love у нас может употребляться, но оно уже не может употребляться со словом, со словосочетанием very much. Опять-таки, слово love можно употреблять с сочетанием very much, но это будет по отношению к живому человеку, да. То есть, когда я скажу улиточке своей I love you very much, это значит, что я тебя очень люблю. Но, опять-таки, это только о живом человеке. Значит, я надеюсь, мы поняли разницу между love и like. Да, love. Это можно с неоживленным, like, можно совсем подряд. Но, опять-таки, тут мы не можем использовать уже very much, если это неоживленно. Like very much мы можем сказать по-разному. И еще один такой маленький идиома, просто для того, чтобы закруглить уроки, рассказать что-то интересное, да. Мне очень нравится американское выражение, которое они используют, когда они говорят о нерешительности человека. То есть, когда вы думаете, и вам нужно что-то сделать, вы крутитесь, вертитесь, и не знаете, как к этому приступить. Это называется pussy footing around. От слова pussy footing. Длинно. Pussy footing around. Почему я люблю это выражение? Потому что я люблю кошек. Естественно, все, что связано с кошками. Слово pussy, да, это у нас кошка. Foot, это кошки на лапах, да. И вы знаете, те из вас, кто знает кошек, когда они там что-то поймают, да, или с чем-то играются. Они так лапками это все подбрасывают, так аккуратненько лапочками бьет, да, там, перекидывают его с места навеса. Вот это называется pussy footing around, да, когда она вот играется с чем-то, перебрасывает там туда-сюда. Очень аккуратненько, но очень как-то так, как будто нерешительно. Вот про человека говорят pussy footing around, когда он пытается вроде как бы что-то сделать, но все не решается. Ему говорят, стоп pussy footing around, типа прекрати вот эту вот нерешительность и уже сделай что-нибудь наконец-то. Или вместо стоп, американцы любят использовать еще слово quit, да, но quit мы с вами остановимся на следующем уроке. Опять-таки, когда я дам им немножко идиому какую-нибудь, чтобы ее запомнить, у нас будет вот это вот слово quit, которое в Америке очень популярно. Ну, до следующего урока, ребята. Спасибо всем, кто смотрел, всем, кто сделал домашнее задание. Мы с вами увидимся на следующем уроке. Пока!